В чем можно выступать артистом? Об этом задумались в Госдуме после выступления Ольги Бузовой, которая вышла на сцену ВК-феста в откровенном наряде. Местные жители сценический образ певицы не оценили, а СК Башкирия даже начал проверку после появившихся в соцсетях жалоб. Что не так с костюмом Бузовой и насколько целесообразно вводить требования к дресс-коду артистов, подробнее Парина Федосиева. В Уфе случилась своя голая вечеринка. Так глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала выступления Ольги Бузовой на ВК-фесте, а точнее ее откровенный наряд. А все потому, что у фестиваля возрастное ограничение 0+. ВК-фест в этом году проходит в пяти городах. Первым в списке была Уфа, дата 1 июня. С чего все началось? В соцсетях появилось множество жалоб на костюм певицы. Суть их примерно такая. Можно ли так обнажать тело при присутствии детей? Своим нарядом она показала отношение к публике? Или пусть в ночных клубах выступает в таком виде? Позже башкирский депутат назвал образ Бузовой неадекватным, потому что в нем она вышла на сцену, во-первых, в День защиты детей, а во-вторых, в преимущественно Мусульманской Республике. Похоже, текст опубликовала у себя в соцсетях Екатерина Мизулина. Она назвала выступление Бузовой провокацией на фоне продолжающейся СВО. По словам Мизулиной, вся страна уже давно живет иначе, а певица словно в другом мире, где продвигает ценности, которые уходят в прошлое. Так что же там за наряд? Рассказываю. Полупрозрачное боди, украшенное стразами, и ботфорты на подвязках. Башкирский СК заявил, что изучит материалы с выступлением Бузовой. Руководитель практики медиаправа юридической фирмы «Интеллект» Михаил Хохолков отмечает, что возрастная маркировка — это ответственность организатора мероприятия. И если он согласовал данный костюм для выступления, то, скорее всего, отвечать будет он, а не артист. Ну а по поводу образа Бузовой теоретически может быть проведена экспертиза, которая определит, соответствовал ли он выступлению и мог ли потенциально причинить вред здоровью детей. Если мог и не соответствовал, то на певицу может быть составлен административный протокол, и она будет обязана выплатить штраф. Но Михаил Хохолков сомневается, что до этого дойдет. Уже упрещенной среди детей информации относится изображение порнографического характера, при том, что четкого понятия порнографии нет, но на практике понимается натуралистическое изображение полового акта. Данный наряд вряд ли можно назвать порнографическим. Откровенным — да, но тут о кушах шпорят, и все воспринимается в зависимости от воспитания человека и восприятия его жизни в целом. Я, честно, сомневаюсь, что это дойдет до какого-то протокола, поскольку в данной ситуации можно ставить, в принципе, под сомнение все любые концерты, которые проводятся даже на открытых площадках, потому что сценический образ — он сценический образ. Главное, чтобы все было прилично, не были открыты части тела и содержание песни. В первую очередь оценить нужно содержание и только затем внешний вид. Содержание песни тоже было не особо детское, зато соответствовало образу. Забывай меня в танце без одежды, забывай меня, как и мою нежность. Позже к этой истории подключилась депутат Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она назвала нарушением общественной морали, когда артист выступает на сцене, цитата, «ползая голышом в нижнем белье и демонстрируя все физиологические особенности своего возраста». Ну и по итогу в Госдуме предложили ввести обязательные требования к одежде артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. По сути, боди, в котором выступала Бузова, — это купальник, и это означает запрет, например, на фигурное катание и цирковые выступления, где все одеваются достаточно откровенно, и даже на соревнования по плаванию. Главный редактор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов эту идею не одобряет. По его мнению, отсутствие единой внятной политики в области культуры позволяет пиариться на этом каждому желающему. Грань очень тонкая. Для того, чтобы эту грань каким-то образом определять и регулировать, для этого необходимо иметь огромный опыт и огромные знания, чтобы не навредить в сфере культуры своей страны. Таких знаний, естественно, нет у тех людей, которые пытаются публично сейчас о чем-то таком заявлять. Ограничение творчества бывает вредное, бывает полезное. Отличить вредное от полезного могут только очень хорошо подготовленные, специально проинструктированные и хорошо разбирающиеся в сфере культуры специалисты. Что нельзя, что можно не определить с помощью приказа. Здесь только хорошо продуманная, хорошо организованная экспертиза. На третий день обсуждения скандала вокруг наряда Бузовой певица извинилась за свой внешний вид на ВК-фесте и отметила, что, цитата, «живет и работает во благо Родины». Ну и в связи со скандалом многие СМИ припоминают певице и ее публичные осуждения голой вечеринки Насти Ивлеевой. Теперь, получается, и до Бузовой дошла очередь зайти не в ту дверь.